Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С партнёром я нахожусь в отношениях 1 и 3 года. У меня сложилась сложная ситуация с ним. Мне с каждым днём всё тяжелее, у нас необычная ситуация. Да, вначале всё было супер, все были счастливы. Полные силы, мы оба строили планы, мы на... На наше совместное будущее, общую квартиру. Проблема в том, что у меня были очень-очень-очень сложные отношения с родителями, и я была в стадии решения этих проблем. Это было очень тяжело всем. Я приходила к партнёру и выливала всё ужасное, что со мной происходило в этих ситуациях. Меня слушали, поддерживали, помогали. Очень сильно помогали. Благодаря моим родителям я стала жертвой в отношениях, а мой партнёр спасателем. Всё закончилось, я решила свои очень большие проблемы с родителями. Перестала быть жертвой и расцвела. Спасибо этому человеку, без него я бы не выбралась из ямы. Но проблема в том, что в какой-то момент мы стали очень сильно ссориться и постоянно конфликтовать. По большей части от моего поведения, привычек быть жертвой и так далее. Что сложилось в отношениях с родителями, и они перетекли в отношениях с партнёром. Много ссор, разрешений и конфликтов. Каждый день мы много стрессовали, и уже казалось, что в отношениях только негатив. Хорошего совсем нет. Так продолжилось полгода. Все очень устали, теперь я была готова отдавать чувство, любовь, заботу. Мне казалось, что я отдавала до этого. Правда. Я делала подарочки, милые сюрпризы, говорила много слов, что мне человек ценен, важен, и я люблю его. Но слов было больше, чем действий. У нас разные языки любви. Мне ценнее слова, ему действия. Куда-то позвать, приехать, сделать какой-то поступок приятный для него. Я делала не так много действий. Да, конечно, они были, но, как оказалось, было недостаточно. Мой партнер сказал мне, что когда была стадия жертвы-спасателя, он не чувствовал, что его любят, а просто я помогаю. Спасибо. По итогу, когда я уже вот решила очень много своих проблем, очень сильно изменилось. Я была готова к здоровым отношениям. Не строить из себя жертву, а быть полноценным партнером, давать действовать столько, сколько надо. Любви, поддержки и всего остального. Но на данный момент мне сказали, что я не знаю, люблю тебя или нет. Мне очень больно от этого. Я понимаю, что мы оба виноваты в этом, что я не вышла из-за этого круга и не перестала быть жертвы. Я партнер распокаивал, успокаивал меня, пока окончательно не выгорел. Очень грустно и очень больно. Столько конфликтов и прихождение к компромиссу было сделано. По итогу не знаю, любят меня или нет. Хочу сказать, что на протяжении отношений мы делали паузы, нам помогла последняя пауза. Я вырос на моральной, как личность. И мы оба отдохнули. Пару раз погуляли и было просто волшебно, как будто мы только влюбились друг в друга. Как будто конфет на букетный период. Но потом, снова после тяжелого разговора мы упали. Хочу сказать, что мой партнер хороший человек. И даже сейчас он поддерживает меня, говорит, что рядом, если тяжело. Но побольше, сейчас я поддерживаю, говорю, как люблю и рядом. Потому что, как выяснилось, партнер очень много мне отдал в тот период, но не получил. И хочет это сделать сейчас. Очень хочет тело, голова, но он не срывается на мне. Пытается из себя спокойно. Но все равно тяжело, больно, грустно, обидно. То есть, это непонятно, что ждать дальше. И как жить с чувством непонимания, что любят и поддерживать. А, с чувством непонимания, что любят и поддерживать. Хотя ты очень долго делаешь это в одну сторону. Ну, смотрите. Хотелось бы начать с двух вещей. Первое, это то, что вы вроде бы хорошо понимаете эту систему отношений жертвы-спасателей, но при этом как-то вот не реагируете на это соответствующим образом, как мне показал. Второй момент, это то, что вы были жертвой, вы перестали ей быть, и вы стали ненужни своему партнеру. Работает это именно так. То есть, спасатель нуждается в жертве. Если жертва перестает быть жертвой, она уже спасателю не нужна. Все просто. Поэтому, самое собой, что вы стали своему мужчине ненужни, и появились конфликты. Вот. К сожалению. Поэтому, если партнер сам не перестает быть спасателем, то есть, жертвой так же, как и вы, то отношения не налаживаются. Вот он не перестал, и отношения перестали налаживаться. Следующий момент. Это то, что я, честно говоря, не очень понял, кто есть кто, кто мы, и так далее. Такое ощущение, что все перемешалось. Такое ощущение, что личные границы очень сильно размыты между вами и вашим партнером. Они как будто бы вообще отсутствуют, честно говоря. И это большая проблема. Потому что вы отвечаете за то, что происходит с вами, а партнер, соответственно, отвечает за то, что происходит с ним. Не наоборот. Но в вашем случае ситуация получает так, что все отвечают за кого-то другого. Вот. В чем, собственно, и кроется, на мой взгляд, основная беда. Вы постоянно отвечаете за за партнера. Понимаете? То есть, типа, вы этого делать как бы не должны, вы этого делать как бы не обязаны, вам это только столько вредит и мешает, но это делать. То есть, как-то вот личные границы, на мой взгляд, на мой взгляд, у вас совсем не не проставлены. Ну вот. Потому что, если бы личные границы у вас были бы были бы проставлены, то, на мой взгляд, не было бы таких у вас серьезных проблем. Вот. Потому что, каждый бы знал, за что он отвечает, каждый бы знал, чего он хочет, и каждый бы знал и чувствовал, что он может для этого сделать. А получается, что каждый, в данном случае, зависит от, ну, от другого. То есть, вот, вы зависите от человека, и человек зависит от вас. Ну и, само собой, ничего хорошего не получается, и зато... Дальше. Дальше. А... Вот это смы... смущает, очень сильно смущает, то, что вы пишете Я, честно говоря, насчет недостаточности вообще не очень понял. Ну, не в смысле того, что я не понял, а в смысле того, что кто определяет, что достаточно, а что нет. То есть вы как будто бы в этой ситуации заставляете себя, там, условно говоря, делать что-то для своего партнера, потому что он же типа себя вот заставлял. Ну, раз он себя заставлял, да, то я, соответственно, себя тоже буду заставлять. Вот. Это довольно странно, потому что, ну, ничего, вы в принципе не должны, то есть вы не должны себя заставлять, если, там, ну, если вы не хотите, а не должны вы и делать того, что вам делать не хочется, если вы этого не хотите. Вот. То есть, понимаете, есть ощущение, что робот себя заставляет. Это заставлял, заставлял ваш партнер и заставляли себя вы. Так вот, пока вы не перещаните себя заставлять оба, ситуация не изменится, она будет только ухудшаться. Вот. И требования, какие-то вот, ну, претензии, да, какие-то вот, не знаю, предъявы, они никуда не уйдут. Потому что, когда человек себя заставляет, вот, когда человек себя заставляет, ну, заставляет, я имею ввиду, как-то вот, ну, насильно, да, насильно, когда человек себя заставляет что-то делать. Вот, из этого резко вообще получают что-то адекватное. А вы себя именно насильно заставляете делать что-то. Насильно заставляете себя, я не знаю, проявлять какие-то чувства к человеку, делать что-то для человека и так далее. Это очень деструктивно, на мой взгляд. И, в общем-то, в этом направлении вам стоит двигаться в смысле того, чтобы отказываться потихонечку от этой позиции, от позиции того, чтобы себя заставлять. Вот, потому что отношения, они не совсем для этого. Они не для того, чтобы себя заставлять. Отношения, они для того, чтобы наслаждаться. Отношения, они не для того, чтобы получать удовольствие от них. Ну, от них. Вот. А не чтобы себя заставлять. А вы, вот, натурально, ну, себя заставляете. Вот. И, собственно говоря, это и является одной из главных проблем. Вот. По итогу, по итогу, вы, получается, просто, просто боитесь, просто того, что вас, ну, бросит. Скорее всего. Вот. По итогу, вы просто боитесь, что, ну, как бы, что человек от вас откажется. Вот. И без него вы сами не справитесь. Вот. Вы задайте себе вопрос, мне грустно-грустно больно. То от чего? Это вопросы ожиданий у вас. То есть у вас много ожиданий. И у партнёра есть ожидания. Вот. По факту, эээ, по факту, по факту, по факту. Я не уверен, что каждый из вас видит в друг друге реальную личность. Вот. На мой взгляд, вы в друг друге видите того, кого хотите видеть. Вот. Вот. Сначала опору и поддержку. Потом того, кого, эээ, нужно, нужно были, нужно будет, эээ, благодарить. Вот. Он видит. Сначала того, кого нужно споздать. Потом, значит, того, кто должен, значит, ну, ээээ, что-то возвращать. Но то, что он выгорел, например, это ответственность человека. А не, эээ, не ваша. Вот. Понимаете? То есть необходимо учиться брать личную ответственность в отношениях. В первую очередь. И разбираться в своих чувствах. Вот. Что мои чувства значат? Чего я в этих чувствах хочу? Потому что пока что получается очень много профлекции. Что, что вы делаете для него, такое ощущение, что вы хотите делать для себя. Что, что делает он для вас, ваш партнер. Хочет делать для себя. Понимаете? А на самом деле для другого, ну, там чуть-чуть, немножко совсем. Вот. И само собой, когда это происходит, накапливается очень много, очень много обид. Вот. Очень много негатива, очень много боли. И, соответственно, все это тянет, действительно тянет вниз. Вот. Вот. Поэтому идеальным вариантом было бы, чтобы вы вместе со своим партнером обратились бы, обратились бы к психологу. Вот. Чтобы друг друга лучше, лучше понять. И потом, чтобы каждый поработал индивидуально для гармонизации своего состояния. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Отвечая на ваш вопрос, чего ждать дальше, психологи не гадают. Отвечая на ваш второй вопрос. Так вот. То, что вы спрашиваете, как жить с чувством непонимания, что любят и поддерживать. Хотя другого уже это делаешь в одну сторону. Так вот. Чувство непонимания, что любят, оно не ваше. Это чувство другого человека. А ваше чувство, это тревога. В ответ на это. И вам плохо живется с тревогой. Так вот, с тревогой нужно работать, чтобы увидеть угрозу вам. То есть, угроза вам, это то, что вы в себе принижаете. И по поводу поддержки. Быть честным с собой. Если вы честно чувствуете, что, например, поддерживать не хотите. Зная, что человек вас не любит. Так не поддерживайте тогда. Но вы столкнетесь с чувством вины. Вы почувствуете вину. И с виной также нужно работать с психологом. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Мне показалось, что вы очень травмированы. Мне показалось, что несмотря на то, что вы рассказывали своему партнеру про свои проблемы, мне кажется, очень много боли у вас. И ее тоже, возможно, нужно прожить. Удачи вам. Всего самого доброго. Не затягивайте с обращением. Продолжение следует...